Сразу к делу, Каньон Брауэр 726 это недорогая игровая мышь с интересным дизайнерским решением. И после недельного теста я поделюсь своим мнением, но по традиции начнем с распаковки. Упаковка у мыши мне понравилась, идея не уникальная, но такую реализацию встретишь не часто. На коробке перечислены основные особенности. Ресурс микриков 10 миллионов нажатий, 6 вариантов эффектов подсветки, в том числе градиентные эффекты, прозрачная верхняя крышка, 6 программируемых уровней DPI, макрофункции, полная подсветка верхней крышки и длинна кабеля 1,65 метра. В коробке кроме самой мыши есть инструкция, в виде небольшой книги с подключением и настройкой. Отдельно похвалю за наклейки, мелочь, но приятная. Ну и вот так выглядит сама мышь. На верхней крышке находится логотип игровой серии. Мышь по размеру довольно крупная, хорошо лежит в руке. Снизу у нее вот такая интересная перфорация, а также есть три кнопки. Включение и отключение подсветки, управление DPI и частотой опроса. Кабель у мыши в резиновой изоляции. Конечно жаль, что не в тканевой оплетке, но это тоже, я думаю, больше относится к дизайнерскому решению, чем к практичности. Тем не менее, провод вполне гибкий, также на нем есть ферритовый фильтр для уменьшения помех. В местах хвата находятся пластиковые панели с небольшими выпуклыми точками. Звучит мышь вот так. Внешний вид у мышки мне нравится. Про подсветку поговорим чуть позже, но в целом прозрачная верхняя крышка – это тот элемент дизайна, который явно привлекает внимание. Для управления есть фирменное приложение, которое нужно скачать с официального сайта. При установке антивирус ругнулся на инсталляшку, но тем не менее заработало приложение даже без режимов совместимости. Что касается самой программы, она вполне интуитивная. На первой вкладке есть возможность настроить все семь кнопок мыши, в том числе и нижние. На кнопки можно привязать как мультимедийные функции, так и запуск программ. В общем, набор возможностей очень обширный. На этой же вкладке можно создавать различные профили, например, под разные игры или офисные задачи. Тут же кнопка сохранения и экспорта настроек. И кнопка эквалайзера, включив которую можно выбрать несколько пресетов, которые будут под ритм менять подсветку мыши. Просто прикольная фишка с хорошим качеством реализации. На вкладке макро есть возможность записывать и привязывать макрокоманды. Во вкладке расширенной настройки можно отрегулировать чувствительность мыши, скорость прокрутки, скорость двойного щелчка, выбрать частоту опроса и настроить DPI. При этом каждому варианту можно присвоить свой цвет, а лишние режимы просто отключить. Ну и последний пункт это управление RGB подсветкой. Пресетов не очень много. Почти все они динамичные с регулировкой скорости и цвета. Но выглядит мышь при минимальном освещении действительно очень красиво. Чтобы у мыши была статичная подсветка, выбираем вот этот режим и либо на всех вариантах выбираем нужный цвет, либо отключаем лишние режимы и оставляем один. Либо можно создать статичный вариант с несколькими цветами. И в любом случае главное это то, что есть наличие выбора. Поговорим про начинку. Микрики у мыши стоят Хуана с ресурсом до 10 миллионов нажатий. Оптический сенсор Instant 825 и с максимальной частотой опроса 1000 Гц. В шутерах случайно сорвать сенсор не получалось. Если же говорить про игры, то это одно удовольствие. В том числе и с точки зрения эргономики. Также у мыши есть модуль памяти, в который можно сохранить свои настройки и перенести их на другой ПК. После тестов у меня сложилось стойкое убеждение, что очень зря многие потенциальные покупатели проходят мимо мышек игровой серии Каньон. На акциях мышь можно было купить всего за 56 белорусских рублей или 18 долларов по курсу. Лично я остался доволен как покупкой, так и итогами этого эксперимента. И считаю, что в бюджетном сегменте при выборе игровой мышки в бюджете до 20 долларов, эту модель точно стоит рассмотреть к покупке. Большинство зрителей смотрит канал без подписки, поэтому обязательно прожмите кнопки, чтобы не потерять канал с честными обзорами. А также буду благодарен за поддержку в виде лайка и любого комментария. С вами был Антон, приятных вам покупок, увидимся!